Есть у Грима второй? У Грима есть второй, Инксвелл прокачан Можно в случае чего серьезно подносесть На Альберта, либо же на Рубика Крипов много Там просто под вышку будут уходить, ребята Кстати, сами пока особой агрессии-то не проявляют С полной маной Бримастера, хотя вроде вот Так, интересно, да, через что качаться будет без Клэпа Пока что Дранкенброулер берет на втором Ну, либо же даже на первом, я не знаю Ну да, учитывая то, что Рубик сам может прокать Дранкенхейз, который, конечно же, Синдербрю То можно и через Броулера поиграть Медуза с Личом убивают Мало того, что убивают Дума, еще и за Бэтрайдером здесь гонится Семь стаков на Команданте Это ему не помешает дать новую, если он добежит Восемь стаков Так, а дальше? А дальше первого уровня Бэтрайдера убивает Курьера Но никак дальше не уходит отсюда По-моему, Лич уже третий успел получить Ну, почти, почти Тимбер Если еще одним чейном попадет Но там фласочка отпевается, грамотная Оркворкер себя в обиду не даст Стики есть, бросирок В принципе, он плотный Там Тимбер пилит, но Не катастрофично На Свена напали Отбросился станом Так, а здесь, а здесь, а здесь А здесь на Медузу получается побег Забег Вот Кит под тремя стаками Получает флеймбрейк Ой, ну там слишком больно Хотя Стики на развороте Еще бьет пингвинчика под щиточком Не хватает немножко урона Но однозначно Не потеряли Медузу Под Личом это тяжело сделать Мягко говоря Так Пауза Ага, ага Вот оно как Маленькие технические неполадочки Главное в них то, что они маленькие Действительно Примастер Нападение на Аймсоу Рича Но стан получает на развороте Еще и под Инксвеллом ДХ с удовольствием здесь подерется Правда Инксвелл Один из тех Героев Рубик Который может Сбрасывать Вот сегодня упоминал я уже котла Да, который Блендинг Лайтом Отталкивает героя под Инксвеллом Был Марс Который копьем делает то же самое А вот еще и Рубик телекинезом выбрасывает Да Тинни соответственно тоже Но Тинни это послаждать делать, конечно Очередная попытка в Инксвелле Что-то делать, но Не особо получается У Рубика Нет маны Нет маны Медузу бьют Но это не серьезно По двум героям Змейка Вся мана Обратно Как прекрасно все У Кводкида Ну как-то не настолько прекрасно У него 16 Крипову Дума получше И у остальных В принципе 5 икоров Получше Но Медуза еще свое возьмет Глобально на линии он не просил Тимбер, как я уже упоминал Фармит получше Кунки Хотя В принципе Оркворкер нормально себя чувствует Если только его Не спилят Сейчас Мана заканчивается У Пригола Курьера только Здесь может шлепнуть Шестой уровень Раньше чем Кунка С Чакрамом Стоять гораздо Поприятнее Брюмастера Брюмастера Убивают Так она есть Я зарегистрировал Факт зафиксирован Вот как и Как и с Бэтрайдером Свидетелями Фактически мы были Пингвинчик Ой-ой-ой Застрял и Змейка Еще пара ударов Боже Да как это Что это вообще такое Лич Медуза Просто уничтожают Свою линию Я понимаю что Лич сильный герой И у Змейка Тоже интересная штука Но блин Думбатрайдер Вроде бы такие Ну плотные Серьезные Оказывается Совсем нет Да по две смерти Уже у каждого Правильно 0-2-0 0-2-0 Прекрасно Так Рубик на хосте Думает куда бы Себя применить Можно в миде Попробовать это сделать Корабль Чистит пачку Крепов Что ж Ладно Неплохо Ну для ситуации Где ты противника Не убиваешь А просто Пармите оба Обоюдно Конечно да По нетворсу Правда мне кажется Там будет неровно Все таки Фласками там Натоваривается Кунка Достаточно конкретно А брюмастера Бьют Пока Рубик Развлекается В миде Что-то это Очень странно Получилось То есть вот Рубик пошел Просто на кач Мид И пока Это все происходит Уже второй раз Подряд Брюмастера Несчадно Избивают И явно Может уже и Жаловаться на него Начинать этот Тиммейт Что ж ты меня кинул Брат Понятно что Есть другие дела Командант Походу не успеет А ладно Сделал Сделал телепорт Это было Единоправильное Решение И оно удалось Дум топ 1 По нетворцу Как обычно За счет Деваура своего Но конечно У него на самом деле Не так уже много Пока С барабанами С барабанами Побежит уже Куда-то что-то делать Хотя и шестой Можно и прямо сейчас Пробовать Прямо сейчас В миде движу Хауэркворкер Под щиточком Личовским Ой-ой-ой Как же легко С дабл дэмэджем Это уже Киллинг сприт Для Лича Я думаю Вообще Не планировал Тибер погибать От кунки Кстати Дум в итоге Через ультимейт Убил медузу сам Я вот просто Только подумал О том что Да есть ультин Можно что-то сделать Но наверное Предполагал Убийство любого Другого героя Но не медузы Команданты Вообще тут запинать Ничего не стоит По усилиям Так Свен фармит У Свена все в порядке Брюмастер Он тоже не проседает А между ними Пять сотен разницы Это такое дело Несущественно Есть ультимейт У брюшки И раскручивает Его бежит на Диэкса Потому что Здесь медуза Такой себе Убийца Конечно Из медузы Брюмастер Решил остановиться Снова попытаться Искать Свена Странный момент Честно говоря Да и вышку Им запушить Будет не так легко Она там Фуловая Ну да ладно Убивают В медикунку Через секунду Будет еще один Чакрам Еще один Верлинг Дес Которым не попадает Тимбер Но Этого достаточно Достаточно Того что есть Бэтбой Под действием Корабля Еще некоторое Время будет Впитывать Но если Пойдет дальше Тимбер Шансы у него Большие забрать Рубика Не стал этого делать 10 стиков По прежнему В наличии Там Так а вот С новой попытки Ну это скорее Рубик решил Сам подставиться Думаешь Как это ты Меня все таки Не убил Давай Давай Закончим Начато Есть Дум Дум с барабанами Ультимейт у него Через 20 Появится Можно будет Например Брюмастера На верхней линии Жахнуть Кстати Опять же Это основная цель Скорее всего Для Дума По игре Так что Самое время Начать их противостояние Уже прямо сейчас Тимбер здесь же Фейзы Прожимаются Можно бить барабан За Альберта Он кстати Быстрый За ним так легко Не угнаться Еще Броулера Подрубает Мув Спид увеличенный Но Дум Походу Тут даже Без ультимейта Справится Да Есть клэпчик Тимбер Всю необходимую Работу Совершил Сам Это вышка Это вышка Которая будет Забираться С венчиком С ультимейтом Мидас у него есть Правда Мидас Побежать бы Прожать куда-то Прожать бы Мидас Хоть в какого-то Да-да-да Спасибо Первая вышка Падает На нижней линии Пока не особо Ну Вроде она должна Быть добита Но Не так быстро Это происходит Если был бы Глиф Можно было бы Подэфить Оказывается Можно и без Глифа Хорошо Имба Стингер За Рубиком Есть лассо Но в принципе На Рубика Его даже Не обязательно Использовать Дум пошел На Медузу Пошел один Но нет же у него Никакой Никакой подмоги Зачем он это делает Что он делает Пингвинчик Погибает Умер Рубик Взрывается Ингсвелом Гримстроук Но он погибнет Тоже Ультимейт Грим успел выдать Но туда же Ни одного скилла Не зайдет Тимбер пытается Драться Его подняли Вытаскивает Бэтрайдер Лича Непонятно зачем Какая драка А вот и Молодой Приезд Как-то Очень непонятно Здесь разделились Да, убили Рубика Окей, но Побежал Дум Зачем-то В Медузу Брюмастера Там еще Еще кого-то Пытаться Через ультимейт Пробить Медузу Это так не работает Бэтрайдер Нажал Лассо Только в самом конце Уже без фаерфлая И когда остался один Это тоже так не делается Как-то все Матимально не так Как нужно было Сложилось Кунка будет с Весселом Кунка Ориентирован На то Чтобы Тимбера Пытаться убивать В этой игре Вот необходимо Без Вессела Вряд ли получится Так, Дум с Блинком Будет уже в скором Времени Но еще Немножко нужно Подождать Да, еще и в ультимейт Грима, кстати Ничего не было использовано В предыдущей драке Ни одного скилла Надо Надо так больше Не драться Иначе преимущество Ваше Тканит ли я тут Просто 3000 эти Я думаю Было еще больше По идее, да? А Было уже больше Четырех Да, это правда Ну, Свен фармит Самое главное В принципе Что происходит Для них У Свена Медасик У Свена Практически Сабля Доберет какой-нибудь Аганим Там или Санжиньяшку И можно будет идти И уже Давить Медузу Так, пока что Бэтрайдера давят Через ультимейт Он зацепил здесь Кунгу В Солбайнде Держат двоих Неплохо Урон Еще немного По кунке Добавить И можно добить Неплохо Замерз Тимбер Получает Как же много Он получает Даже Тимберу Хватит Со станом Со станом Кентавра Ворует Ворует Себе Что? Не важно Что он Себе Ворует Воруби Кстати С Байбека Если что Тимбер Одного за другим Билит Медуза На хайграунде Медуза Расстреливает Медуза Под Думом В очередной раз Но Окей Может хотя бы Сейчас получится Урона Нужно сумасшедшее Количество Чтобы не вписать Что пробить Залетает корабль Истребляет Тимбера Медуза Просто стоит И пармит На самом деле Дум в нее давать Это ну Настолько Какая-то Глухая Бесполезная История Там корабли Летают Там 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 Тельки там Де нас нема Вот В общем А в Медузу Думить Мало Мало смысла Ну а То о чем Шла речь В принципе Еще на драфте Что это кор Который В принципе Изначально Берется Потому что Он Дума Не боится Альберт На блинке Не досмотрел Этот момент Гримстроук Ну хотя Блинк Неожиданно Появился Действительно Не мог он Предсказать Такого момента Без ультимейта Свен Не особо Хотел бы Драться Пока что Огоним По стандартному Билду Ничего особенного Не выдумывает Так У Тимбера Есть Юл Тимбера Отныне Взять Будет Сложнее Но Тимбер Но Тимбер У которого Уже 4 смерти Это Далеко Не тот Тимбер Который Всех Запиливает Покупает Себ Бладстоун На 16 А не Юл И просто Выносит Карту Ногами Вперед Это Действительно Тимбер Не тот Не значит Что он Не победит Все еще Конечно же Может Но уже Подпросил Серьезно Уже Кунка Убивает Его Без особого Труда Если честно Тем более Со Спирит Весселом Корабль Под Торрент Не Случился Из-за Юла Против Кунки В любом Суча Юл Необходим И Обязательно Кладкит Готов Опять же Впитывать На себя Нападение Они же Только И хотят Чтобы Медузу Били Медузу Тащат Окей Ну Что вы С ней Делать Будете Там Корабль Залетает Там Примастер В ультимейте Куда Вытащите Медузу Зачем Вы Ее Думили Парни Ну Так Нельзя Там Еще Четыре Героя Оно Ж Не Умрет Оно Не Умрет Я Просто Как Было Потоньше Намекнуть Не Знаю Так Дум Заденайл Вышечку Это Неплохо Но Вообще По Игре Все Плоховастенько Плоховастенько Для АГС Ситуация Не самым радужным Образом Обстоит Свен Через Ультимейт Фармит Эншен Та Ну Надо Нетворсом Хотя бы Ой Блин Стак не Сделался Вот это Кстати Грустно То То что Ультимейт Нажал Это нормально А вот То что Стак Не Получился 70 секунд До Ультимейта У брюшки Можно попробовать На него Навалиться Юл Свен Добегает Проскрученный Под ультимейтом И не попадает Станом Ой Блин Просто Опа Это Это Очень Плохо Шансов Все Меньше На Свена Еще и Добегают Уже Всей Командой В ответ Здесь же Кунка Залетает Корабль Под Спирит Весел Это Все Делается Три Заряда Есть Можно Продолжать Если Потребуется Это Все Вот Кунка Хоронит Героев Одного За Другим У Тимбера Это Не Получается Линию Это Постоять Он Постоял Дальше Что Дальше Проблемы Бэтрайдер Себя К сожалению Вообще Не может Реализовать На данный Момент Дум В принципе Сможет Как только Ну Дум И так Неплох Нет Дум Там Станчики Все Нормально С Блинка Конечно Ему Бы Ультовать Еще В кого Нибудь Другого В Бремастера В Рубика Будет Совсем Иная История Бэтик Видит Есть Кстати Солбайн На Рубике Тот самый Вот о котором Я рассуждал Еще на драфте Можно Выдавать Двойной Чайник От себя Хотели бы Прямо Сейчас За счет Этого Найти Драку Даркос С огромным Довольствием Они бы Ее Приняли Два Телекинеза Максимальной Длительности Туда же Два Чайника Закончится Скоро Солбайн По-видимому Дум Позиции Дума Особо Не взять Рубика Чешется Этот момент Уже Все Уже Можно Считать Что Упущено Так Как там Дума По БКБ Дела БКБ Дофармливается Еще Немногим Больше Тысячи Хотя Нет Какой Тысяча О чем Я Три сотни Три сотни Осталось БКБ Сейчас Будет Крипов Кстати Заодно Скипнул Не позволит Здесь На Тир 2 Зайти Более Серьезно Чем Сейчас Медуза Уже К Скаде Близится Что Будет С ней Свен делать Когда У нее Скаде Появится Я Не знаю А вот Что Она Будет Со Свеном Делать О Вот Это Я Бо Вам Рассказал Но Лучше Не стоит Такое Только После 11 Можно И только На Платно Каналах Значит БКБ Почти Появляется На Кунке Допушивает Медуза Тир 2 Почти Кстати Нет Удалось Бэтрайдеру Не отдать Заденай Тимбастингер Заденайл Правда Умрет он За это Вообще Оно Того Даже Стоит Придется Команде Правда Подождать 30 секунд Респауна Бэтрайдера Ничего Особо Активного Не делать Не предпринимать Вообще Смерть Выгодная Альберт В Погоне Отстанивает Его Ингсвелом Какой же Длительный Стан Кстати Отбросился Можно с этого Траку Завязать Свен На Аганиме Залетает В примастера Без Ультимейта Пока что Еще Но Драться Он готов 5 секунд Еще стан Нет Нет Просто Уходят Ну вот Если бы там Дум был Под двум Персонажем Кстати Нет Продолжается Это все Только Не нажимай Дум В Медузу Малю тебя БКБ нажимай Хорошо В Рубика Можно в Рубика В Рубика Медузу Шлепнуть Инферналом Убегать Обратно В БКБ Все еще Уж не Убегать Ой Как Блин Я вот Наверное Самый неудачный Плеер с перспекти Выбрал Для просмотра Этой драки У Дума Все выглядело Совсем печально Забежать Получить кучу урона Нажать БКБ Убежать Обратно Забежать Снова Убежать Обратно БКБ Кончилось Дум умер Мда Трипл килл Для Кунки Ломается Тер-2 Теперь уже На миде После этого Может еще И Рошан Упасть Или Тер-2 На верхней линии Например Но игра Движется Уже Определенно В один конец В принципе Она туда направилась Еще с пика Медузы Но после этого Можно было еще Самые разные вещи Предпринять На линиях Хотя не особенно Да Нет По прежнему Ничего не потеряно По Нетворцу Все ровно Это значит Что шансы есть Просто Медуза Продолжает расти И все мы знаем Что это за герой такой И чем он опасен Ну Алибарду Запакует Какой-нибудь Тимбер Да Может быть Алибарда Еще одна В команде Появится Всегда есть шанс Перекрыть Медузу Даже в лейте Банально С помощью Вот этого Артефакта Недорогого Дум не прочь бы Кого-то подцепить Через даже Двойной свой ультимейт По Солбайнду Кримстроуковскому Есть также Лассо У Бэтрайдера Все это можно Великолепно комбинировать Правда Брюмастер встречает Героев своим лицом Ни разу не стесняется Этого делать Ни разу По нему Дум выдан Не был Он ультимейт Нажимает Своевременно Никаких там Прыжков Толпу и клэпов Медуза С телепорта Отпушивает Нижнюю линию С креста Все ровно Все красиво Красиво получается У Даркос Пока что Доберется Скади на Медузе Дальше будет Совсем тяжко Так Есть БКБ На Кунке Скади на Медузе Можно в смаке Пойти подраться Видят Дума Как бы его подцепить А вот Рубиком Это делается И в общем-то Пингвинчик Даже БКБ Нажал Медуза с дабл дэмэджем Ему никак Защита от магии Не помогает Богоподобная Медуза Примастер Продолжает погоню Но уже не за кем За баунтирунами А здесь Начинает ХГ падать Если что Кводкит Поднялся на хайграунд У него 400 урона С руки И Вышка Как бы Уже прощается С жизнью Вслед за ней Это же самое Будет происходить С Бараком Свен Как бы может И подраться Теперь Ну Не познавато ли Вот в чем вопрос С БКБ Кунка Он не постесняется Его нажать Поверьте Если в него будет лететь Свен Пока что просто уходит На испуг его не взять Под Варкраем Украденным От Рубика Да-да-да-да-да Совсем как-то проблем Не составляет Особенно Когда еще И эта штука Есть Владмир Варкрай Плюс 20 брони Свен Попробуй побей У остальных героев Просто урона нет особо Тимбер там Что-то кого-то пилит Но Это не серьезно Так ладно Попытка выхода После потери стороны Можно действительно так делать И выход Ну не на Рошана же Да ладно На Рошана Так к вам прируч Сейчас корабль бросят Но пытаются сделать это Быстро Ладно А Брюмастер Кстати без ультимейта Ну вот уже Синдербрю Получает он станчик Держит Бэтрайдер Брюмастера успели убить Стонгейс раскручивает Медуза Клоткит Там затягивают Тимбера Тимбер Чайник Тимбер Чайник еще раз Задоджил Юлом Живет Байбэк сделал Дум Уже успел погибнуть Да кстати говоря Клоткит Теперь сам заходит На Рошана Байбэк от Тимбера Тоже делается Попытка номер 2 Будет Но уже Свен По-моему без ультимейта Да заканчивается на нем У Дума все еще ульт есть Гримстроук уже мертв Свен получает корабль Свен погибает Дум БКБ Ультимейт очередной в Медузу О нет Она же сейчас раскастует Все свои спелы И мы умрем Барни Срочно ее Задумить бить Да ей все равно Совершенно на это Дум Дум Плевать она хотела Убивает Дума Убивает в очередной раз Тимбера Он еще живет Он еще успевает Спилить здесь Лича Кстати Вполне вероятно Что он даже не погибнет И будет продолжать Здесь мешать Торрентом Торрентом попали По Бэтрайдеру Пара тычек Соскади Спирит Вессела Он догорит Можно на него забить А вот Тимбера А вот Тимбера Нужно Забинать Ну вот и все По сути Можно писать ГГ Сейчас пойдет Медуза По верхней линии Прорежет Скорее всего И Тир 1 И Тир 2 Заберет очередную сторону Уже особо Ничего с этим На самом деле Даже не сделать Свэм попытается Себе добить БКБ Хоть как-то Посражаться В тимфайте Последнем Наверное Не знаю Ну последнем Если вдруг Он окажется Неудачным Для его И его команды И может быть Не последним Если все-таки Хоть чуть-чуть Отвоюет Ну Последний шанс Последний шанс За него Нужно хвататься Оркворкер С агонимом 3 500 здоровья Медуза Уже поднимается Брюмастер Всегда готов запрыгнуть 50 секунд Не будет ультимейта Но это не мешает Ему например Заберстить бэтрайдера А ну-ка иди Да все Вот все Оно Да очень точно Описывает Браза Неса Происходящее Декс Под ингсвелом По двоим Кунку Взорвали 3 500 здоровья В 2 БКБ Хорошо Утума ультимейт Еще через 15 секунд Будет Пока вынуждает Отойти Квоткид Всех остальных Не замерзает Тимбер Но его держит Лич Декс Продолжение По медузе Мана закончилась Квоткид погибает Но это аегис Пока что Чайник Похоронит Здесь возможно Пригова Но нет Неплохо Квоткид Один Стоит Стреляет Декс Драться не может Но должен Должен По квоткиду Дум Примастера Кстати говоря Зашел неплохой Примастер Должен погибать Отлично Бэтрайдер Просто увез медузу Просто увез медузу Чтобы она не мешала Пока бьют Всю остальную ее команду А вот теперь Навалиться Со Свеном Все вместе Подстанчик Еще один Просто бить До конца Разворачиваться нельзя Получилось Камбэчнуть Вот он Последний шанс Вот он Этот файт Баунтируны Можно собрать Аванпост У них в наличии Сторона Стоит Потеряна Только одна Мид Это вообще Не страшно На самом деле Показали Что могут Драться И причем Даже без Байбеков Даже Байбеки На это Не потребовались Просто Свен Залетел Выдали весь Остальной Прокаст Под Сайленс Законтролировали Кунку Короче Не позволили ему Нажить даже БКБ И 3500 здоровья Взорвали А дальше Уже Попроще Ну вот Если начинать Драку С фрага На Кунке Или на Брюмастере Шансы Есть Вот прям Убить их То есть Вот смертоубийство Должно произойти Финальное Если Прыгать С лосо В медузу И думить ее Так к сожалению Мало шансов Хотя там Пропрыг Даже речь не идет На Батрайдере У него Блинк Только через сотню Будет появляться Все это время Форстав был Тимбер Еще и Прыгая Дум Свой стан Выдает Кентавровский После этого Если все это Затаймить То урона От Тимбера И от Свена Будет достаточное Количество А в перспективе Подзатянуть Купить на Гримстроуке Аганим И Иллюзия Медузы Всех убьет Вот Вот такой план Преимущество Упало С 10 тысяч До 5 Даже Немногим Меньше 5 Ну Глобально Это конечно Не настолько Большая разница Но уже Хотя бы Не позволили Ему вырасти АГС Коткит Поднимается На хайграунд Он на кресте Он может себе позволить Расстреливать Кстати не позволили Ему вернуться Дум по двоим Не успел Выдать Думбрингер Для Монта Стайла Только сейчас Это делает А он дал Дум А да 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 Есть 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 По Медузе По Рубику Действительно избивает Бэтрайдера А где Свен 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 Готов врываться Не готов Ультимейт Раскрутить На Медузу Влететь Медуза Дум заканчивается Можно прожимать Стоунгейс Нет нельзя Он уже в кулдауне Свен без БКБшки Залетел И он летает В итоге В ветерках Брюмастера Его команда Погибает от корабля Один Декс Совершенно Здесь не воин Он конечно Покажет свою силу Но против Медузы Ей это Ей это вообще Не особо интересно Там Рубик по-моему Сейчас размантит Уже Тимбера В Соляру Да 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 Примерно так Умер Кунка Клоткит жив Клоткит тем не менее Всех удывает Биг Бой Добирает фраги Свен Мертв Свен Без Байбека Рубика Можно попытаться И снести Вот только в ответ За это сам погибает Дума Кремстролка Цепляет Ну это ГГ Ну это все Слишком много Произошло Здесь Неудачных моментов Перед Тем как упала Первая сторона Включая упадение Этой самой первой стороны С этого момента Вернуться в игру Особо уже Возможным не представлялось Хотя попытка была хорошая Вернуться в игру Можно на второй карте Этого противостояния Потому что серия у нас Бест оф три И за второй картой Мы будем наблюдать Буквально минут через десять Не расходитесь Никуда особо Господа Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok И Бёрстит тоже Квапа Шторм Квапа Шторм, да, Легионка их ловит, но в принципе есть Шедоу Демон Можно, наверное, особенно не бояться ДП классный бан, но Пак появляется у Даркас мгновенно Даже они не думали Тем более превентивно вот тех же самых Квапу Шторма он уже немножечко подрезает Ну, даже не немножечко, я бы сказал, весьма солидно Инвокера не особо хотелось бы брать Инвокер здесь будет АФКшный, его просто задавят Нужен герой поактивней Ну, всё равно, наверное, их не очень много Какого-то условного Ликантропа вряд ли же, правильно? Не будет? Или будет? Не-не, против ЛЦ, против Пака Темпларка 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 Ну, скажу от себя, мне не нравится Но в принципе Урон есть Это достаточно важно И в принципе этого может хватить Главное, чтобы там у этого действительно героя из мида Последнего был урон в драфте Здесь у АГС Темпларка к таким относится Жаль, разве что, что он не магический И Террор Блейда пробивать будет трудно Очень трудно будет пробивать Террор Блейда Вообще не представляю, как Темпларка будет в него прыгать Когда тут Метапофозу раскрутит и С километра будет стоять бить А там, извините меня, ты в него прыгиваешь А у героя 50 армора Но Вообще Может Всё может быть Особенно, если линию хорошо постоит Против Пака Нет предпосылок К тому, чтобы Темпларка проигрывала Пак, в принципе, тоже нормально будет себя ощущать Но Явно Не передавит Своего оппонента Так Передавят ли АГС Даркос И выведут ли эту серию на третью карту Вот это самый большой вопрос Ой, ой, ой Кстати, говорят Одну секундочку Нужно мне кое-что сделать Совсем забыл А вы даже пытаетесь? Команды-то у нас сторонами поменялись, получается А у меня они, значит, ещё не поменялись Значит, поменяются сейчас Правильно Правильно Так Так-так-так-так-так-так Опа Дело сделано Как раз пауза очень удачно Оказалась под рукой Да Даркос за Радиент АГС за Дайер Счёт 1-0 Никого в заблуждение не ввожу Альберт играет на Легион Командерша Команданте Это Лич Бэтбой Рубик Саппорты Вторую игру подряд на абсолютно идентичных персонажах О, это здорово Уже разогрелись Уже руки привыкли Орк-воркер Будет исполнять на паке И Террор-блейд От Кводкида Постоянно ТБ был в бане Последние дни Точно так же, как и антимаг Прекрасно, когда персонажи подзабытые Выбираются из бана Тимбер был таким же на предыдущей карте Он, правда, не особо оправдался А вот эти двое Уже точно импакт на игру сделают большой Молодой Пегов Играет Темпларкой Имбо-стингер Шадов-демон Вместе с ним на линии пингвинчик на Думе Как и на предыдущей карте Диекс Антимаг И Аймсу-рич Гримстроук Будем надеяться, что Дум получше Будет применяться в этой игре Но против ТБ уже, в принципе Не такой он бесполезный, как в случае с Медузой Если удастся заткнуть условного пака То это вообще идеально Это просто божественно Вторая серия Победитель на сегодня Благополучно С хорошим настроением Отправляется отдыхать Проигравший Думаю, тоже с настроением Достаточно неплохим Отправляется тоже отдыхать Но Помимо этого Пожалуй, размышляет Почему же он проиграл Продолжение следует... О, красавец Развлекаюсь как могу во время паузы Не, я помню У меня есть схема У меня есть схема Во время паузы я люблю читать Случайные факты Генерировать их И затем читать Вот давайте вот Найдем самую красивую позу террорблейда Из возможных Как бы его здесь... Даже не знаю Ну вообще вот со спины он смотрится Так, сбоку Вот вид снизу бы взять Но он затемняется в таком случае Ну грандиозно, но не особенно Блин Не нравится Надо придумывать Здесь дерево А-а-а, пауза заканчивается Блин Я уже расстроился Ладно, один рандомный факт сгенерирую Давайте Белые акулы могут плавать со скоростью до 25 миль в час Поскольку у акул нет воздушного пузыря Они должны плавать непрерывно, иначе утонут Вот такая вот история Все отлично Теперь мы знаем, что акулы могут утонуть Теперь мы смотрим доту Террорблейд Футбольца Ну, что ему там бояться Хараса У него 11 Брони И вот только Шадоу Демон там своими стаками Но опять же Стики уже приобретены Шадоу Демона, кстати, сегодня мы уже видели Я помню, через Дизрапшн в четверку на седьмом уровне Где Шадоу Пойзон не качался вообще А был Солкетчер на 2 Прокачанный Интересно, как это будет здесь Баунтируны распределяются как обычно А вот что не как обычно Это Дум, съедающий крипа аж под базой И пешочком эту самую пачку провожающий А почему нет? Прикольно, мне нравится Помогал в миде Лич блочить крипов Правда, как-то даже на пару Им это совсем не удалось По сравнению с Темпларкой Темпларка Явно покрепче пака на линии Как бы, в принципе, неплохо должно быть у обоих Но ожидаю, честно говоря, что молодой пригоп своего оппонента перекрипит весьма серьезно Не знаю, насколько он прям задрот-не задрот на Темпларке Опытный там или не особенно Но вообще должен, должен Альберт, спасивочка И стесняется развернуться Все-таки антимагману выжигающий Чересчур неприятно делает В целом, Легионка против АЭМа вроде как обычно стоит достаточно хорошо Темпларку серьезно достаточно подпробили Но это не важно, это все пока Мелочи забили Лича А вот его смертельно Так, Шадоу Демон, кстати, что прокачано? Шадоу Демон с Пайзоном Вот Вот так случается Ферст Блада И, кстати, умирает от крипов Дабы на базу отправиться Но вернется он существенно позже Лича тут уже может телепорт делать А 20 секунд целых Шадоу Демона еще в таверне сидеть Через Метаморфозу Террор Блейд 6-7 имеет крипстат Линию там всю проконтролил Все, что необходимо за Денайл Мэджик Вант и новый цирк лет Ему принесли Ок, вот Гида, в принципе, будет здорово все Я думаю, на этой линии Пуржер, кстати говоря Что у Пингвинчика, ну Другого просто ничего не было Хотя, хотя, кстати Это не так уже плохо Он сможет снимать щиты Лича И может даже где-то это обернется убийством Террор Блейда Но проблема в том, что вот так вот Юзать его очень дорого 120 маны Ну ладно, они попытаются убить Но там 10 стика, понимаете ли, господа А дальше идти, это же смерть 500... А, это он взорвался Так, может, не разворачиваться надо было Ладно Ха-ха, ладно Два Пуржа оказались не зря По 120 маны Действительно, молодцы, молодцы, господа АГС Моктер Блейд, наверное, там не умереть Как минимум не танцевать Не продолжать вот его стаки получать А просто отойти Случилось, как случилось Команданты, кстати, тоже продолжают напрягать Вот так вот через Shadow Demon, когда люди играют Вот это мне нравится СД, который просто Disruption прокачал в 4 И... И все Ничего особо с этим не делает Это скучно Вот когда СД 5 стаков накидывает И взрывает людей Это совсем другое дело Альберта серьезно подпробили Ну и с Пласочкой Это все дело обычное Пак потихонечку подфармливает Лесок уже арбами Ну а почему нет, если может себе позволить Крипстаты ровные Кстати, Темпларк это хочет побежать и забрать И даже у нее это получится Спасибо за фарм Да, блин, по 20-ке Там еще не так уж мало дают даже за них Так, здесь что? Здесь пингвинчик Нет, все нормально Квоткит просто в метаморфозе Кстати, Имба Стингер скорее всего здесь погибнет Еще одну новую получит По-моему на Disruption у него маны нет А, он уже использовал, да Там же Квоткит с Иллюзиями был Точно, точно, точно А как бы еще и пингвинчик здесь на самом деле не погиб Там же под метой там буквально несколько ударов После новую Их сделать совсем не сложно И еще оранжевая форма до сих пор Давай, а, 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 близко Близко, но нет, а вот Имба Стингер Блин, то один близок погибли, то другой Квоткит со стиками Пингвинчик Пингвинчик Ой, закончилась форма А, иллюзии оранжевые все еще надреливают Есть щиток Имба Стингер бежит Накидывать будет пойзанный Пингвинчик под землей Земля закончилась По команданте буквально там полтора стака нужно дать Есть пурш Вторым будет попасть несложно Этого можно взрывать Можно оставить думу На свое усмотрение Ну, вообще Не настолько уж сладко приходится Террор Блэйду на этой линии Будем правдивы По Крипстату, конечно, он просто топчет ногами Дума Но в целом Харасит Шадоу Демон серьезно Баунтируну, конечно же, он здесь заберет Крипа большого зафармил Забрали Кримстроук с антимагом Руну на параллельной линии И убили даже еще и Рубика Убили Рубика Легионка 0-0-0 Рубик 1-1 смерть И тоже 0 помощи Это плохая линия против антимага Это антимаг, который припармит, господа На Темпларке есть шестой На паке также Пака убивать особо возможно не приходится Не знаю, зачем сюда бэтбой перетянулся Вроде и на Урквортер они нападали Вроде бы еще и Темпларку тоже пока не убить Просто стоять и экспу воровать Руну, руну можно проконтролировать Да, хотя бы зато на шестой Пригов Ладно Руна наверху Ну, пак на арбе ее забирает слишком просто Там, в принципе, Пригов даже и через боттл не играет на Темпларочке В принципе, игроки немножко этот момент разлюбили Но против героя, который хорошо собирает руны Вроде пака уж особенно Есть дезрабшем второго уровня Бодиблок Туда заливают еще бойзоны 5-6 каких-нибудь на стакать Ну, 5 и пару ударов Даже, да, 4 А почему постеснялся по... Хорошо, пингвинчику отдал Это подходит Ооо, между прочим Топовейшего крипа съел пингвинчик Здесь Безбудрубика в очередной раз Ну, антимаг будет, конечно, огромным Вот топовейшего крипа съел Хил, конечно, это полнейшая шляпа Но вот манаген 2.5 А причем не только себе, а еще и Рубику Вернее, шаду демону Когда тот рядом находится Это очень серьезная штука Так, давайте на нетворсики Понятно, думаю, как обычно Все у всех прекрасно Легионка отстает Ну, логично, ее там бьют Что-то демон Полиса уже гоняет Квоткида Не позволяет В основной части Лесополосы Заниматься фармом Выгоняет на треугольник На Альберта вполне возможно Нападение через Инксвел Конечно, парень плотный Но Сайленс уже пошел Вот он Инксвел Вот Блинк На себя брыззе атак навесил От этого менее больно не становится И мановойдом Можно благополучно щелкнуть Правда, после этого нужно будет еще пару ударов А-а-а! Вот немножечко антимагу не отдал этот фраг В любом случае DX с Аймсоу Ричем Здесь великолепно себя ощущают На молодого Пригова Нападения не будет Дримкойл не применяется А руна появляется на верхней части Кстати, Пак уже прыгнул на Кайле вниз Можно разбить эту регенку Можно ее взять Ой, в мэлт садится, разворачивается на Бэтбоя Реген все еще действует, замечу Потому что рефракшн не был сбит Вот только сейчас он пропадает И через дуэль, конечно же, заберут здесь тембарку Стоило ли отдавать себя за руну и Рубика? Это, конечно, вопрос Ой, Пак в думе Пингвинчик здесь явно не зря И Командантес горит под землей тоже За Альбертом гнаться особо не получится Пингвинчик мега килл, между прочим, на думе И 3000 преимущества приносит золото своей команде уже прямо сейчас ТБ фармит, безусловно Но фармит также антимаг ТБ побыстрее будет вообще Не как фармер, возможно, там по ситуации Но... Как герой, который раньше вступает в игру, это факт Получает инксвелл дум, квад кит Получает взрыв от этого инксвелла Есть у него сандер, однако вряд ли спасется Хотя разворачивается Начинает с метаморфоза еще и наваливать Не то чтобы спасаться Минус пингвинчик, минус имбастингер Да, вот вам тысяча здоровья и плюс стики Проблемы особой пережить такое нападение нет Мгновенно под метаморфозой забирается также и вышка Будет пытаться и задинаить Аймсу Рич Не получается А, думаю, тельпорт ультимейта у него, по-моему, еще не было Да, еще целая минута Ой, темпларка себе орчит Планирует первым же артом А это, кстати... Хм... Ну, против пака, да? Да против ТБ Интересно Лича избивают Это антимаг Он здесь уже ультовал Останется ему только там Ручкой щелкнуть пару раз У апака также планируют загнать в этом моменте А телепорт в кулдауне у него Запутал меня немножко оргворкер Продолжает получать стаки Шадоу поизона Вот теперь уже есть и тпшка Но это не поможет Это не поможет АГС Помимо, конечно, потери выше Овервелмент на этой линии Тут достаточно серьезно Темпларка Есть какие-то стаки? Каких-то стаков нет Ну, а, не, ну Парочка здесь, парочка на Эншентах Это уже Больше, чем нет На нижнюю линию телепортируется Террор Блейд И как же он сейчас об этом пожалеет Три героя все еще здесь Приезжает Катапульта Планировали они запушить вышку Но могут запушить ИТБ Через Инксвелл По квадкиду Запрыгивают вот с антимагом Шансов на выживание ему не оставят уж точно Как-то при других обстоятельствах Это еще получалось Но точно не с антимагом ПТ-шка есть Он боевой БФ не за горами Так, ну попытаются хотя бы вразмен Террадин взять Необходимо Даркус это делать А можно задуэлить Темпларочку А на Вруне Инвиза нельзя задуэлить Слушайте, Темпларк это, кстати, через 250 уже будет с Орчидом Это интересно Так, никто не планирует бояться начать А, мистер АП от Рубика, между прочим Альберт получает по голове Получает еще сильнее от Темпларки И бежит на всей скорости У Орк Воркера же или нет возможности вот так вот Давить педаль в пол Зато есть возможность дать Дрим Койл Погибнуть за это почти, но нет Чайник скачет по одному второму пингвинчика обратно Дум по двоим Чайник убил просто уже всю команду И кого волнует этот Дум Да, как-то вот все не клеится у АГС Что на первой карте, что на второй Дум вроде даже выдается под Гримстроука По двум персонажам Правда они уже успели к этому моменту все нажать Командные действия немножко несосредоточенные Выходят от АГС Но нужно срочно взяться Нужно взяться за дело Нужно не только лишь на антимага надеяться А еще и самостоятельно правильно тимфайтиться Паку, я так понимаю, Блинк Даггер летит, да? Судя по его закупу Да, так оно и есть Антимаг нападение совершает на Орк Ворк Равнял маны ни на что нет вообще-то Ну далековато, правда, пак со своего арба ускакивает Темпларочка отправилась зафармить стаки И как раз появляется у нее Оркид Малеваленс Знаменитый Пак будет погибать Причем очень серьезно Даже не только он ТБ берет себе талант на уклонение Что не совсем обычно Но против темпларки, против антимага Которые, к тому же, не любят покупать МКБ долгое время Так делать можно Ну, очень интересно, как молодой приков будет этот артефакт реализовывать сейчас Потому что если реализация не произойдет То фарм его это замедлит По сравнению с ситуацией, где бы он брал себе Блинк Дезолятор Или Дезолятор Блинк Оркид настолько много разгона И, ну, такой скорости убийства крипов действительно не дает С другой стороны Под Дума с Блинком Под того же самого антимага Если он будет подключаться Оркид очень великолепно работает И можно таким образом играть Встречая Дум Лича Пингвинчик Нашатал ему по голове Дум, правда, в кулдауне Но, наверное, и не хотел бы на Лича его тратить Альберт Без Блинка Зато с Блайдмейлом Трим Койл по двоим есть Но это минус два Это неизбежная минус два темпларку Вы потрашили Дум в ярости просто Забрасывает свой ультимейт по фуловой легионке Перед смертью 140 секунд кулдаун Честно, я, знаете, ничего не хочу сказать, но Есть такое ощущение, что Пингвинчик просто в тильде уже Как-то совсем ему не удается Свой ультимейт применить вторую карту подряд Кводкит Рошанчик Через иллюзии, которые там Него Ну, или под фрошелтом Испроза Атака Он это делает сам На пятнадцатой минуте Рошан падает уже И падает он достаточно быстро На удивление Причем падает не от темпларки То есть это как бы Вин-вин вообще ситуация Абсолютно Только Сами забрали А и не позволили сделать Атак герою, который Профилирован На подобное занятие Забегает в лес На охоту дальше Оркворкер Вместе с Бэтбоем Напоминаю, что На паке есть Блинк Ему вообще труда Не совет кого-то прыгать Цеплять Оооо Просканили Дума Бедный пингвинчик Только не его Пожалуйста Он и так уже Разроен в этой игре Мне кажется Конкретно Еще и находят Через скан Убивают Ну Хотя бы он зареспаунится У него Дум появится Уже там в скором времени Можно будет попробовать Как-то общекомандно Выйти и что-нибудь сделать С другой стороны Вот эти вот попытки Выхода против Аегиса Они зачастую Ничем хорошим Не заканчиваются У Антимага Есть Яша Плавненько Дофармливает себе Манта Стайл Хотя денег нужно еще Солидное количество На этот Жизненно важный арт Итак Темпларка Пятый Нетворс на карте Приобрела себе Орчид И пока Мне кажется Даже не использовала Его ни на одного героя На протяжении Трех минут На этот артефакт В интере присутствует Альберт Докупает Блинк После Блэйдмейла Появится еще Инициация Команды Даркос Помимо всего прочего Орчид По Рубику И уничтожить Уничтожить Лили Совершенно Прометчиво И Блэйдмейл Против рефракшн Не помогает И два героя Взрываются Под Энксвеллом Очень неплохо Вот так вот Драться Это самое оно Два героя В Думе Третьего Убивает Темпларка Ну если дуэль Будет постоянно Вот так вот Работать То конечно Здесь От игры Шот ОГС Явно Налицо Терроблейда Очевидно Не было В этой драке Пока Очевидно Тоже Такие моменты И нужно ловить В принципе Если вы себя Не чувствуете Достаточно Комфортно В Тимпайте 5 на 5 Партизанская Тактика Подходит вам Как нельзя Лучше Варна Треугольник Здесь установили Оркворкер С Юлом После блинка Цепляет Пингвинчика В очередной раз Не позволит ему Никуда уйти Очевидно Хотя Хотя Пока бежит Верст есть Лич Лич затягивает Не его Лич затягивает Шадоу Демона Ну Такой трейд В принципе Он тоже подходит Окей Мы не убиваем Дума Мы убиваем СД Зафармливаем Дуэль И идем Пушить вам вышечку Появился Блинк На молодом Пригове Есть там Также Имп Клоу Кстати Первая тычка С молда Она будет Залетать Просто с Чудовищным Уроном Падает Тир 2 Вся команда Занимается Обороной Просто Террор Блейда Который В одиночку С метаморфозой Вполне способен Пушить Правда Не до конца Вышка падает Погнались За Бэтбоем Пингвинчик В Ингсвеле Запрыгивает На Альберта Несколько ударов От Темпларки Этого будет достаточно Можно идти Дальше Есть Дрим Койл Но по одному Антимагу Здесь Солбайнд Туда же Чайник Скачет по команде АГС Пингвинчика Это помогает Убить Бэтбой Пытается сражаться С Грим Строком На пару с паком Пак получает Сайленс Поднимает себя Вьюл Бэтбоя Загоняет Антимаг Еще один удар По нему необходимо Сделать Это не будет проблемой Что ж Даблкил Мега килл Для Антимага Три героя Умерло с обратной стороны В принципе За счет Потеря Дума Потеря Грим Строка Выход в итоге Удачный Выход Однозначно Удачный Очень досадно Что в ответ На Орч Темпларковский Почти что Сразу Появился На паке Юл Но в принципе Этого стоило Ожидать У него Там Нетворс Не то что Не хуже У него Нетворс Вообще-то Выше И Блинк Юл Это как-то Попроще Чем Блинк И этот Самый И Арчит Ну Саппортов Затыкать Никогда Не будет Лишним Так Что себе Рубик Взял Рубик С блинком Ооо Рубик С блинком Антимаговским И кстати Еще практически С блинком Настоящим Буквально Через 4 сотни Появится У него Даггер Есть Линза Философский Камень Деньги Зарабатывает Аегис Кончился На ТБ Аегис За время Своего Существования Так и Не был Использован Ворк Воркер Очень глубоко Находится Пингвинчик Там за ним Гоняться Не планирует Кстати Скан Был По паку До сих пор Висит Но промахнулись Этим самым Сканом Пак Крипов Забирает Тут очень Далеко Аж под Базой Ну и Телепорт Логично Отсюда Делает Командант Рискует Подставиться Не видел Его Антимаг Иначе Уже Начинал Бы Срезать Так Есть Легионка Которая Вверху Не прочно Кого-нибудь Напасть И подзаработать Немножечко Дэмэджа Бэдвое Попытается Втянуть Свою Авантюру Вдвоем Они могут Пингвинчик Не добить Вот Если Там ТБ На подходе То В принципе Хотя О чем Я говорю Не 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 С Блэйдмейлом С Блэйдмейлом Совсем Урона Нет Проблем С уроном Нет Дуэль Не заработали Но это не особо важно Могут заработать Вышку Это гораздо важнее Чем просто Дуэль Дум Очень много Умирает В этой игре Дум 5-6-6 Дум Который идет Пятым Нетворсом С конца Это Видеть Крайне Непривычно Обычно Все-таки Герой За счет Диваура Прилично Фармит Пака Пытались Здесь убить Не получилось Это сделать Ловит он Сайленс От грима И Почти убила И в этом парке С ваншота Но Сама Погибла Вместо этого Еще и Шифтом Задоджил Очередной Скилл Грима Здесь Оркворкер Да Развлекает Он знатно Знатно Своих оппонентов Как здорово Что всегда Есть легионка Которая За атаку Может подсейвить От орчета Зачем Орчи покупать Когда там Легионка Блин Братик Ну Экспериментальное Решение От темпларки В итоге По нетворсу Проседает Очень сильно 9000 Только лишь 10 Отстает даже От пака Не говоря уже Про антимага И террорблейда Рубик с линзой Через два Блинка Даже он только Один использовал Цепляет себе Шадоу демона Убивает Рефракшн Рефлекшн Все это есть По разной Команды Рефлекшн В данном случае Убивает Гримстроука Отойдут? Не хотят На хг На хг Прямо сейчас До рошана 235 Рошан Еще не скоро А ванпост Побежали захватывать Но Сработает Он тоже Аж на 30 И кстати Террорблейд Собственно Лично это делает Вроде Вроде его Никто наказывать И не планирует Но он сам Побоялся Наказать хотят Антимага Тут один Неверный Блинк Все Альберт его Увидел У Альберта Кулдаун дуэли Пару секунд Вашу ж Налево Как парни Парни Так ладно Есть дуэль Все хорошо Все Полностью Хорошо Все Под контролем Немножечко Поторопился Оркворкер С Дримкойлом Но Глобально Если убили Значит разницы Никой нет Главное В будущем Осмотрительней Быть Пларка Хочет Платторн Себе купить Который Тоже снимается Легионкой Ну Возможно Это позволит Кого-то ваншотнуть Против Эвейжен АТБ Против бабочки Его конечно Конечно Очевидно Там и талант Там плюс еще И батерфляй Безусловно Этот блаттор Не помешает Но Брать его Конечно Хотелось бы Далеко не сейчас А каким-нибудь Артефактом Ну не знаю После дезолятора И БКБ Что ли Например Это могло бы Работать Тем более Если в основном Ты будешь Затыкать все равно Саппортов Ну ладно Сойдет Посмотрим Рубик Рубик себе Аганим Планирует Купить Интересно А он может Как-то Гримстроковский Портрет Получить Сулбайнду Крафт Наверное Наверное Нужно Отдельно Воровать Портрет Аганимный Хотя С другой стороны Получит ли Рубик Безаганим Непонятно Непонятно Пак Быкует Здесь На Пингвинчика Есть у него Дримкойл Похоже Что не Определил Местоположение Дума Кстати Вообще Передумался Я БКБ Покупать Собирается Взять Алибарду Интересный Момент А в Смаке Вся Команда Даркос Видит Шадоу Демона Альберт Напасть Не может А вот Пак 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 Ему это Удается Лучше всего Антимага Он подцепил На Дримкойл Туда же Рановато Был прожат Телекинез Продолжает Тем не менее Оркворкер Контролить Своего Аппонента По двоим Дум Можно выдать И два Манобойда Здравствуйте Господа Появляется Террорблейд Но одного Его всей командой Запинать Уже особой проблемой Не будет Хотя Еще очень даже Успевает Забрать демпларку Она байбекается Пингвинчик воюет К водкид живет Пингвинчик погибает Альберт Здесь же В БКВшке Альберт Будет бежать Террорблейда Уже нет Нет Альберт Не будет бежать Альберт Дерется до последнего Но правда Ничего ему Этого не принесет Это не принесет Это минус 5 Минус 5 В размен Только лишь На темпларку И антимага Да Темпларка Байбекнулась Но они заберут Сейчас Рошана И антимаг Уже с Эбиселом А у него еще 2000 сверху И антимаг Уже перегнал По нетворцу ТБ Если что Так тонко Намекаю Разбирают Айгис и сыры Достается Айега Темпларе Ну очевидно Да На нее прыгают Ее разваливают С Эмом Это сделать Гораздо труднее Халявная вышечка Глиф Правда Все-таки Да Был не в кулдауне А Рубику Очень сильно Хочется себе Новый спел найти После респауна Пятерых потеряли Это Отдача Инициативы Серьезная Там вроде Террорблейд Невероятно Долго в драке Жил Стоял на себя Весь урон Принимал еще И раздавал его В ответ Правда Без сатаника Вот будет сатаник На самом деле В такой же ситуации Аналогичной ТБ может и Вывести один Репейр кит Выпадает Между прочим Для АГС Зайти к ним На хэгэ Будет еще Более непросто И Квикининг чарм Квикининг чарм По моему Террорблейду Да Да Так Стоп Я же не перепутал Квари Прикит Это важно знать Не Все нормально На антимагусе Тайтан Сливер Пробить его тяжело Темпларка С квивером Кстати Берстит Еще более мощно Чем без него Квивер еще более мощно Чем с Имп Клоу Пингвинчик Не против Не против кого-нибудь Найти Подцепить Еще один Двойной дум Выдать Через грима Есть Альберт В качестве потенциальной жертвы И Именно он ей станет Правда успевает прожить БКБ Нажимает еще и дуэль Дума тот прячется Дизрапшн Оргворкер По двум саппортам Дримкоил и Сайленс Выходит Грим Из Дрима Но правда Ненадолго Совершенно Квоткид Еще и добивает Здесь Второго сапика Дальше не погнаться На минус 3 уже есть Хотя почему не погнаться Не-не-не Пак еще Ну У него просто Треть уже нечем К сожалению Там только разве что Юлом можно было Антимага поднять Минус 3 это достаточно Минус 3 это достаточно Чтобы даже пойти В сторону хайграунда Посмотреть Метаморфоза Все еще действует Да там есть Егис на Темпларке Там есть сыр на антимаге Но пока что Саппорты мертвые Ладно Глиф Все И расходимся Развести на Глиф Это больше чем ничего Согласны Узнали Согласны Можно было просто Не пойти туда А можно хотя бы Развести на Глиф Аванпост Жаль не успевает Тут до 30 взять А вот и антимаг А вот и антимаг А солбайн Его собственной иллюзией Ну ладно Чтобы дальше не погнался Остановит ли это его вообще Такой пыл Жаркий и пылкий Молодой человек Иллюзии террорблейда Стингер Может ими тоже Неплохо подфармливать Может подфармливать Может даже подпушивать Пока Темпларка Это делает Без него Темпларка С блинком И Просто да Вот голым Бладторном Ну Если это поможет Антимагу пробивать ТБ Уже даже не самой Темпларке Скорее да Вот если это поможет Антимагу пробивать ТБ То этот Будет не просто так Бладторн взят Как с Иллюзией справиться С Иллюзией нормально Оркворкер На блинке Хотел бы кого-нибудь подцепить 22 уровень У него Сайленсы постоянные Саппортом там Конечно вообще не жить Как мы видели В последней драке Прыгнул по гримстроку Шадоу Демон Там им сайленса Поллица оторвало Если из Дримкойла выйти То вообще беда Печаль Патра импак запрыгивает По Альберту Дум вместе с Личом Но чайник уже был выдан Чайник под Дримкойлом Как же прыгает там Один антимаг выживает Темпларка встает После Аегиса У Альберта по-моему Все еще была дуэль Бережена Вижен это дать Есть Вижен Хорошо Декс убегает Да и пес бы с ним Убили всех остальных Выбили Аегис К тому же Сыр из антимага выбили Нет Сыр остался Кстати Декс в спине Ну скипнет Скипнет крипов Пропушить не позволит Нужно это делать Учитывая то что Темпларка 90 секунд Оштала без байбека Надо бы антимагу Даже не только по миду А скорее всего Еще и на нижнюю линию Отправиться И там крипов пачечку Другую срезать тоже Правда здесь уже Идут необходимые Есть скан Да вроде и так понятно Где там все герои Для чего этот скан Ну ладно Саппорты появляются Вот едино что Темпларки не будет Действительно долго Да файт был красивейший Дримкойл по троим Как получилось Меня так и заснял это Чайник там поскакал Всех убил Пингвинчик Ой-ой-ой Как больно Гримстроук там делает Антимаг запрыгивает Но как бы это зря не оказалось Дуэль прожимается По иллюзии Ой провал от Альберта Могли бы уже пожинать плоды Но пожинают теперь Только лишь свои ошибки Собственные Антимаг запрыгивает Заличом Там пак Встает с Аегиса Что ли Или почему он Пак Байбек Ну Я что-то не понял Но у него таймер был Ладно Проехали Декс За Кводкидом Есть Дримкойл В ответ На развороте Можно и подраться с Аемом Наверное Или нельзя Кводкид Сатаник жмется Мановойт взрывается Альберт Алик Все 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 Так Пак 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 Не выкупался Вроде бы А я что-то не понял Почему на нем таймер Стоп Аегис Жиз Темпларки Недавно Выбили Дорошана 1.10 Как это на паке был таймер В таком случае Это Дримкойли что ли В шифте Говорит Нет Ладно Ладно Меня поплавило Забейте Забудьте Крипы Скипаются Не позволяет Точно так же И Команда Дарку С своим оппонентом Тоже к базе Приблизится Антимаг Настоящая проблема Это уже на 35 Минуте Уже с баттерфляем Антимаг Это самая Настоящая проблема С сатаником Там особо-то бы Не отъедается За счет Ска Ди на антимаге Ну и в целом На 5000 Нетворса Преимущество Плюс там БКБшка У антимага БКБшки Нет Явно он ЧМТБ Посильнее В лобовом сражении Темпларка Все еще Блинк Блатторны Ничего более Пятый Нетворс Уже под думом Тоже просела Игра Очень во многом Здесь на паке Вообще Действительно То как он прыгнет То кого он Поцепит на свой Дримку Ил Кого он Сможет заберстить Очень сильно Ситуация зависит Вот если бы ему Прямо сейчас там Октарин Рефрешер Условный Конечно Это был бы просто Автовин От пака Но к сожалению Не может он себе Еще такого позволить Такой роскоши За пингвинчиком Гонится Может цепануть Над римкой Или именно так и делает БКБ у дума нет Напоминаю Долго стоит Альберт Успевает прыгнуть И прожать дуэль свою Ну конечно Без проблем Они думы взрывают Так Ну можно бежать Форсить на байбэк На самом-то деле Антимаг Где-то в той области Не находился Антимаг Проскипает На миди пачку Можно действительно Попробовать Подняться на гору И запорсить Байбэк дума Другой вопрос Что это опасно И он может всех убить Без дримкойла Без дуэли Драться против него Тяжело Вот как раз Предыдущая драка Она почему Так плохо Закончилась Потому что Альберт Не попал в настоящего Антимага Нажал дуэль В иллюзию Там было тяжело Там на самом деле Проблем Хватало бы Даже если бы он По-настоящему Антимагу Дуэль прожмякал Но без этого Особенно плохо Таймлес релик Для пака Выпадает Вот это Неплохо И Шако С обратной стороны Кстати кому Кому-кому Антимагу Особо мана не нужна Но если более Приоритетные герои На шадоу демоне Будет 2800 здоровья Вот Кстати Это опять Меняет дело Потому что Его теперь Через дримкойл Особо не заберстишь В него нужно Давать дуэль В принципе Хотелось бы Давать дуэль В шадоу демона Потому что Как-никак Он сейвит От нее Если же Она выдана В кого-нибудь другого Сейвит с ренджа Большого Там есть линза Есть блинк Ниндзагир И спелл Призма Для команды Противоположных Есть блин спелл Призма На паке Против таймлес релика Как вообще это выбрать Наверное Все-таки призма Релик в таком случае Рубику Сойдет Сойдет Рубик с аганимом Тем более Паркворкер Подбирает хастун Да-да-да-да-да Да-да-бежит Да-видит антимага Не видит Еще не видит Но скоро уже может Начать видеть Пингвинчик Дримкоил Вступую На антимага Попадает Рубик Запрыгивает Рубик Почти что погибает Рубик 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 Еле живет Иллюзии режут Антимага спрятали Антимаг Всех Уфил Террор Блейд Стоит Тумя Конечно Расстреливает Этого самого Тума В ответ По ТБ Нажали Алибарду ТБ Догорает Четыре героя Уже в таверне Остался один пак Но он способен Только на то Чтобы эскейпиться Отсюда Да Вроде подцепили Конечно Но опять Не подцепить Шэдоу Демона Равно Скорее всего Проиграть файт Включается Тут же Дизрапшн По нему Дуэль Возможно даже И побеждается Куда? ТБ Мертвый 40 секунд Без байбека Нужно еще и За компанию То ли всем Отправиться к нему Да Антимаг Есть антимаг Вроде бы Со всей командой Справлялись Долгое время На самом деле АГС Очень сильно Пересобрались Наконец-то Начались и тумы Хорошие С какого-то момента И Шэдоу Демон Всегда в великолепной Позиции Шэдоу Демон Который Гарантированно И Безукоризненно Совершенно Сейвил антимага Сейвил остальных Своих тиммейтов От дуэли От прочего Вот таким Примерно и заканчивается Еще пока То есть не заканчивается Но может Есть Дримкойл Байбека Пак Прыгивает Альберт Дуэль по антимагу Антимага Опять спрятали Опять будут иллюзии За него драться Но тут чайник летает Неплохой Детрапшн Еще один По квоткиду От Рубика Теперь уже Квоткид В ВКБшке Идет драться дальше Аймсоу рич Проблемы Большие как и у Пингвинчика Диэкс Правда Ничего не боится По очереди Прыгает Вырезает Саппортов А теперь Время Террор Блейда Теперь можно и с ним Податься Но не очень хочет Это делать Настолько в лобовую Темпларка Упрыгивает Шадоу Демон Как и Тройка Как и четверка И пятерка Команды АГС погибли Оркворкер Подцепили Темплару Кстати Темплара-то вообще С выкупом Ой-ой-ой Темплара-то С выкупом Да Да Из хорошего Да У нее БКБ появилось И сверху еще и Байбэк тоже в наличии Ну вот Ответный такой файт Опять же С выкупами На условных паках Да Если вот так вот цеплять Это все по-прежнему Может работать Не знаю Диэксу возможно Уже не будет Хватать урона В скором времени Как что можно На антимаге Купить на урон Я даже не знаю Муншар Наверное Ему остается Там Пайбэк Ого Здорово А на Рошана Заход Потому что Откуда кида Там трепа стояла Там все это Заметили Три выкупа Мгновенно делается Конечно Извините меня Рошан третий Рошан с аганимом Явно не позволят Его вот так просто забирать Что нужен Смоук Нужен Пайт Последний решающий На самом деле Кто забирает здесь Пайт Забирает игру С вероятностью процентов 90 Пингвинчик успел отпрыгнуть У оргворкера Будут еще возможности Цеплять героев Пока не торопится Этого делать Отпрыгивает назад А тут с обратной стороны Уже гримстроук Запрыгивает Дает сайленс подвоим Но пингвинчик Блинк у него в кд И Дум выдается туда же И погоня Уже не важно Что будет происходить дальше Два героя в думе Только надо бы кого-то цепануть Дебуарка Далековато Есть антимаг Он взрывает рубика Альберт Никого не задуэлил Вернее не убил Задуэль Антимаг Находится в дримкойле Как и еще два персонажа Террорблейд Начинает их расстреливать Получает алибарду До включения Своего блокинбара Пингвинчик уже просто Отпрыгивает Дримкойл закончился Кводкид Один пак 120 без байбека Кводкид Пытается драться Но это не представляется Возможным Байбек он может сделать Но единственный В своей команде И это очень похоже Что тут уже с Рошаном Или без Но АГС Действительно Должны превратить Эту игру В полноценную серию Из трех карт Это именно то Что мы с вами наблюдаем Третья карта Что ж Дамы и господа Не за горами Буквально Восьми-десяти Минутная пауза И мы с вами Продолжим И мы узнаем Кто же окажется Действительно сильнее Давайте Ребята Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИТО 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 Драфты разворачиваются с какой-то тут космической динамичностью, но мы конечно же успеваем, мы конечно же здесь. Итак, последняя карта сегодняшнего игрового дня. АГС против Даркос. Сражаются, счет 1-1, как вы можете увидеть уже. Феникса пропустили. Наконец-то Феникс вышел из бана, потому что убрали антимага. Оказался он слишком силен для Даркос на предыдущей карте. Так, Феникс и Марс против Снэпфайр до Рубика вместе с ним. С ней. Да, с ней. Яйцо уже разбивать есть чем. И комбинировать яйцо тоже есть чем. Это что? Это арена. Кстати, если Снэпфайр окажется в арене закрыта, а яйцо будет стоять за пределами арены, она же, получается, не сможет тычками своими, правильно? Или они только внутрь не входят, а снаружи... А наружу... А-а-а, черт его пойми. Вроде не должно. Но это не точно. Так, что банится? Банится Спектра, банится Войд. Ну, логично, да, под Феникса Марса уже. Хотя самим, конечно, Войд Даркос мешал бы. Это все-таки... И под Снэпфайр хроносфера. Тоже вполне рабочая история. Тролль забанен в ответ. Магнуса, кстати, я вот не удивлюсь, Магнуса именно на этой карте увидеть. Например, для Даркос. Почему бы и нет? Кстати, я вспомнил одного из героев, который еще не появлялся совсем. Ну, вот прям совсем-совсем. А посмотреть на него очень даже можно было. Это Лондруид. Фурион появлялся один раз. И он просто уничтожил все, что играло против него. На той карте единственное, после чего его банили активно. А вот Лондруида, например, не было еще ни одного раза. Ну, Мета. Мета диктует свое. С ней особо не поспоришь, даже если у тебя есть прям крутые-крутые игроки. Только если это не лучший герой их там в истории, в жизни. И они готовы на нем жарить независимо от обстоятельств. Тогда, конечно, против Меты особо не пойдешь. Так, есть бан Морфлинга, бан Слардера. Ну, дальше что? Кого же брать? Кто на линии хорошо против Феникса Марса стоит? Это Снепфайр должна сейвить, да. И нужен Кэрри, который сильно от этого не погибает. Но вот Пэльчик как раз-таки уже не очень. Хотя на Феникса он набегает по игре потом, на его яйцо. Это, в принципе, неплохо. Понятно, есть, наверное, варианты и пооптимальнее, чем Пэль. Тем более, на такой ранний пик. Вот, Бисмастер тоже один из нечастых гостей. И уже, конечно, не Хроносфера, но один из вариантов достаточно такого плотного, грамотного контроля под ультимейт Снепфайр. Появляется Винга, правда, которая будет из-под этого контроля сейвить, не позволяет героям погибать за комбинацию. Но Снепфайр это уже что-то вместе с Марсом, вместе с Бисмастером, конечно. Хаос Найт? Кого не ждали? Слушайте. Вот он на моих глазах, причем действительно первый раз против Дровки может по-разному сыграть, вернее, скорее, может сыграть, может совсем не сыграть. Но в целом, в целом, в целом воодушевляет. так, по миду. какой-то СФ, наверное, вероятен, причем для обоих сторон. Но СФ уже в бане. Да, очевидно. А как на счет вайпера для АГС? Мне кажется, в этом что-то есть. Может, он, конечно, коня на себе не выдержит, но может и наоборот развалить. Вообще, варианты разные. У АГС есть даже тимбер, я бы сказал, здесь. Не то, чтобы ты очень хотел его в мид ставить, но в принципе против ЦК это серьезные товарищи. ЦК не любит АУЕшки. Тимбера точно не любит. Кунка, в принципе, также открыт. Даже, я бы сказал, для обоих команд открыт Кунка. Это и подны от Марса и компании и вот его арены. Это и дровку ловить очень удобная возможность. И ЦК под ним погибать не будет. Ну и опять же против ЦК и всей его вот этой вот кавалерской братьи тоже Кунка достаточно неплох. Короче, корабль в арену залетает с обоих сторон. И там и там это хорошо. А это Дум. Последним пиком. Дум, причем на центр, судя по всему. Вряд ли он будет противостоять прям на стадии лейнинга Кеоснайту. Пойдет на центр, наберет быстрый левел и будет пытаться что-ли задумить лошадь до ее ультимейта. Такое можно вообразить и против ЦК действительно Дум работает получше, чем против Террор Блейда и против кто-то у нас еще был против Медузы. У ЦК есть важная ультимативка в отличие от всех предыдущих перечисленных. Не исключено, что линии как-то будут свапаться и Дум в итоге будет искать без мастера и жрать его кабанов. Но... Но-но-но-но-но. Скорее всего, нет. Инвокер последним пиком добирается для Даркос. Очень мощный Тауэр Дэмэдж, скажу я вам. Вырисовывается с Бистмастером, с Инвокером и хаотической лошадью. На самом деле дровка может и не выдержать. Там взрывоопасно так получается. В принципе, с обоих сторон. Буквально один тимфайт какой-нибудь полностью будет проигран. Одной из команд у них почти что мгновенно падает сторона. Потому что надо понимать, это не только Бистмастер и... Это не только лошадь под Алакрити и под пассивкой Биста. Это еще и дровка под аурой Венги и под Думом, который тоже может съесть волка. Дум, конечно, даже в таких ситуациях на самом деле лучше почти всегда со станом Кентавра и Блинком. Но может быть оно по-всякому и... Даже без этого. Даже без этого взрывоопасно. Действительно, стороны будут падать очень быстро, рано. Как только команды друг к другу перегрызут парочку глоток. Так, поехали! Последняя карта на сегодня. I'm so rich играет на Венге пятерочки. DX на дровке. Кэрри в легкой линии молодой прыгов. Конечно же, на Думе в центре. Это мы уже определили. имбостингер, феникс четверка. Тот самый с короной. 800 здоровья на первом уровне. Да-да-да. Пингвинчик. Это Марс оффлейн. Кэрри Киос Найт от Квот Кида Команданте. Настэп Файер пятерочки. Орк Воркер. Это, естественно, Инвокер. Альберт на Бестмастере. И Бэд Бой. Нистер Бой. На Рубике. Именно такие составы будут противостоять друг другу в последнем матче сегодняшнего дня. Тут заколотили кабана уже. Сколько их сподают? Тридцатник на двоих. Блин, неплохо вообще-то. Маны потратили чуть-чуть, она успеет отрегениться, а экспы действительно дают. Еще и денег тут поднял. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 И инвокер забирает First Blood. Что-то заигрались здесь. Немножечко АГС. Вот что хочется сказать. Делает телепо... Ортснеп. Интересная линия, блин. Хорошее зрелище выбрал. Параллельно, правда, избиваю там Саурича. Причем, если кабан еще раз замедлит, то это должно быть вроде как убийство. Хотя урона не так уж много проходит. И еще один сенсорник. Боже, инвокер. Какая вообще классика. Как же это красиво. Мультишотом не добивает бодбоя DX, но... Но зато инвокер свое дело знает. Феникс. С фаер-спиритами достаточно опасный момент, пока это все дело раскручено. Подходить к нему не стоит. Марс с копьем на готове бежит. Уже в любой момент готов его выдавать. По команданте промахиваются. Икару с дайвом, но вроде даже без этого урона хватит. Имба-стингер даже не будет погибать в ответ. Так, венга и дровка. Наконец-то та самая линия знаменитая. под продувочкой и под крипами особо большими тут не постоишь. Получилось сделать стак. Дум немножечко лучше бьет крипов, чем инвокер, но в общем-то стоят они ровно. Разницы большой там мы не будем наблюдать с вами. Будем наблюдать за линиями поинтереснее, где могут происходить убийства. И даже собственно там, где участвует инвокер, это все не на его линии собственной. Да, разменивается саппортами на нижнем коридоре. Это я думаю далеко не в последний раз происходит. Тут замедление стоит поймать от кабана или замедление напротив от дровочки. И в принципе по одинаковому сценарию все протекает дальше. Марс расталкивает двух персонажей. Правда расталкивают его. Даже заталкивают я бы сказал прямиком в арену. Куда? В таверну. В таверну! Ой, простите. Длинный день сегодня с 8 утра. Как бы на трансляции я здесь нахожусь. Шестая карта. Подбирает хастудум. Ну, не особо интересная руна. Если бы там был какой-нибудь регенчик или дабл дэмэдж, дело другое. Диэкса подбросили назад. Санстрайк летит. Доджет его не представляется возможным. Еще и последняя тычка от рубика залетела. Квоткит. Все потрачено уже у пингвинчика. Хотя бежит с виномчиком, стучит по горбу лошади. Будет копье. Давай, давай. Всего доброго, молодой человек. Снэп фаер не успеет тут феникса забрать. Хотя через крипа и скетробласт урона не хватает. Команданте подставляется в конвейерном здесь в виде. Правда не, не, нормально. Маны не было там. Маны не было и все в порядке. Феникс. Очередная опасность гибели. Боже. Уркворкер уже килингспри себе заработал с андстрайками. Еще и ассист один. Четыре фрага, в которых поучаствовал инвокер, не уходя с мида. Три из которых сделал он. Фантастика. Альберта замедляют, но Альберта не добьют. Кабана разве что можно. Можно пострелять даже в Рубика. Можно даже серьезно весьма пострелять в Рубика. Там будет еще и задувочка. Вижен есть. Урон большой. Бэтбой. Стики. Бэтбой, а есть стики. Инвокер! Тайминейтинг уже набирает на пятой минуте на миде. Блин, я так на IC Капе в первой доте на инвокере играл в 2014. 13-14. Это прям давно такого вообще в доте не было. Приятно так наблюдать. Еще и ностальгично. Диекса обошел. Рубик подбрасывает. Сам Бэтбой здесь неизбежно погибнет, но и дровку тоже можно забрать. Получается это сделать. Перетянулся Дум. Бежит, но не особенно быстро, потому что земля фулда у нее и поизов у него тоже нет. А что он хотел-то? Молниями? А, моноберном? Я, кстати, спалился только что. Получается, что в 2014 еще играл первую доту. Параллельно со второй. Ну, было такое, было, да. Кого это волнует? Вот, кит затягивает феникса. Парочка ударов. Не хватает урона, тот улетает. А ультимейт на шестом, к сожалению, да, одна иллюзия это не особо боеспособна. Четвертого уровня Марс получает санстрайк, получает скетербласт и один ударчик от снэпфаер. Кстати говоря, у феникса ничего нет. Стоит себя печенькой подтолкнуть и можно этого друголечка забирать тоже. Фантастика. 11 фрагов за 7 минут сделано командой Даркос за счет инвокера, за счет снэпфаер, которая тоже там пощады не знает. При этом инвокер еще и фармит великолепно. Мидас у него есть уже! И он уже использован 50 секунд назад. и нетворс 3500! То есть у них одинаковый крипстат с думом. При этом у инвокера на 600 нетворса больше, чем у дума, который топ крипстат на карте, у которого девауру прокачан в 3. Ну да, вот, здравствуйте. Что потом делать с этим инвокером? Понятно, что делать с лошадью. Причем ЦК вот таким вот образом будет страдать далеко не один раз и далеко не после... парни. Как бы вот надо вроде идти хотя бы в разные стороны, если вы пытаетесь найти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И разворачивается квот-кит. Правда, он жить-то наверное будет не особо. Нет, Снэпфайр спасает. Снэпфайр спасает. Просто подраться у него особо не получилось. Но и убийство его было совсем провальным. Альберт уже с ультимейтом. Санстрайки будут залетать точно так же, как и ультимейт снэпфайр под рор. От бестмастера все это выглядит как чудеснейшая комбинация. Седьмой уровень есть не кратч и первые. Можно на вышечку наседать. Ой, как все прекрасно у Таркус в этой игре. Это прям вообще загляденье какое-то. Марс пятого уровня нормально живет. Живет нормально, когда его бьют. А вообще как бы по сути не очень. Понимаете? Две тысячи нетворса, третий с конца Марс. 0-4-2 пингвинчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 0-5-2. Пятого уровня почти на десятой минуте. Пятая смерть. Нетворс ниже, чем у Фейкса. Блинка не будет, наверное, никогда. Когда-то, конечно, будет, но очень плохо все у бедного Марс сейчас. Ждут санстрайка у Инвокера. Маны нет. Там еще и переколдоваться нужно. Значит, забрали бы имба Стингера тоже. А, ну, Рор хотя бы будет тоже убивать, в принципе. Даже без санстрайка. Оркоркер на все, так сказать. О, молодой Бригов. Здесь же подходит Эйлберт. Вот такой вот Рор, вот такое вот убийство. Дума, Феникс. У него есть Супернова, но нажимать ее смысла никакого. Три героя под пассивкой Беста. Телепорт наверх от Рубика. Здесь Диэкс. Пытался драться с Квудкидом. Это не самая лучшая идея. Вот он и ЦК. Все пинги от дровки. Знаете, есть ощущение, что посыпалось как минимум по морали здесь уже. ой-ой-ой-ой. Особенно после такого момента. По-моему, реально посыпалась по морали команда АГС. Дровка, которая пингует. Это вот залетый Феникса с НРМ уже там помирающий Марс в шестой раз. Не добивающий на 50 хп инвокера через арену. Это все крайне печально. 4000 преимущества на 11-й минуте. Попытка будет задефить Тир-1. Свап ЦК. Зачем? Пытаются его замедлять. Дальше держать. Окей, свап еще один. Боже, какая череда свапа трубика. Еще и квотки да взорвали. Ладно. Зачем? Это был вопрос неправильный. Это я что-то забытманерил. Бэтбой, бэтбой. Бэтбоя выжигают с Санреем. Есть ли погоня там еще от кого-нибудь кроме Феникса? Да. Например, это Дум на Фейзах и на земле. Что ж, минус 2. Даже ЦК здесь, получается, остановили и более того запушат вышку. В дровке все хорошо из важного. У Дума в принципе тоже. Как бы там просели, действительно, на сложной линии крепко. Да, инвокер огромный, но можно играть с тем, что имеется. В принципе, все не так уж плохо. Руки вешать здесь точно не нужно. И голову тоже, да. А руки опускать, а голову вешать, да. Вернее так, Фениксу разбивают Супернову. Дум ВД Бестмастеру, которому нечего нажимать. Арена Марса поставлена, но Марсу, честно говоря, отсюда бы уже сбежать. А Дум нет, Дум на нем. Перепутал я. А, секундочку, от Рубика, от Рубика Дум ворованный, ворованный. Конечно, конечно, конечно. ЦК, срифта. Даже не успевает сделать. Минус 4. Ну, в лесу так, близко, где телепорты и все, на хайграунд. Не самая лучшая позиция для драки. Будем через собой. А Инвокер параллельно сплитит. Инвокер обретает еще более крупные размешительные. Уже Тревел Буци. В скором времени Блинк. Уровень 12 почти себе нафармил. Феникс сейчас его в одиночку встретит. По-моему, будет об этом очень сильно жалеть. У Феникса нет ультимейта, как бы Оркворкер ему там еще не навалял на развороте. Чем он, собственно, и занимается. Остается с андстрайком попасть. Ну, или пара ударов. То есть, как бы, а на что расчет? Я хочется спросить, что этот Феникс хотел от него. Манговое дерево выпадает. Припоздалая на 15-й минуте. Тут и Рубик ни капли не бедный, кстати, уже даже ударку с него. И у того линза насобиралась. у Марса 150 золотых из блинка. Не везет. Пингвинчику очень сильно не везет. Но себя он спас этой ареной. Здесь рядом венга. Тут какое-то столпотворение в лесу образовывается. Но птичка бестмастера. Она вся контролит. Все великолепно. Альберт про всех знает. У него есть Некротри. Птички развешены. Вижен наличие. Бэтбой линзой цепляет. Бам! Взрыв! Пэу! Пирог! О-о-о! Пригов! Пригов! Все-таки погибает. Венга, которая пыталась его свапнуть и спасти. Ой, то же самое с ней происходит. Торнадо. Пингвинчик. Не жалеют в него рор. Но такой бёрст. Герои сыпятся просто за 20 секунд. Знаете, а можно на хг же пойти? Ну, сначала тир-2 добить, конечно. А потом глифа не будет. Некротин умер. Второй будет жить еще 35 секунд. Ладно. К черту это хг. Как-то я разуверился. Вот когда они с двумя некрами напирали, вышечка падала. Могло так показаться. Сейчас, наверное, уже не стоит. Там все-таки арену поставят Марса и дровкой расстреляет и внезапно у вас минус 5 произойдет и это будет камбэчное. Такого лучше не допускать. Дум без блинка. Дум на барабанчиках пока что еще. Марс мог бы в темную поставить арену, если бы знал, что там герои. К сожалению, теперь знают о нем. Цепляют. Дизейбл не продлили. Арена закрыла двоих. Действительно, это бисмастер и снэпфайр. Один в думе, вторая. Снэпфайр не особо живучая. ЦК отталкивает. Дровка взрывал Суперноба. Спасать дровочку. Спасать. Декс. Декс. Стрелять на развороте. Коткид. По-моему, ничего у него не будет. Да, да. Погибает. Бист пережил, правда, весь дум и убежал. Забрали ЦК. Это неплохо. Инвокер с Блинком собирается себе купить БКБ следующим артепактам. Неординарно. По меньшей мере. Блингу не стали цеплять. Так, Марсевич. Хотя бы один удачный выход у него был. Тут находится Монов. А тут уже в смоке прибежал инвокер с Блинком. Да, участь Марса, она самая грустная вообще в этом фильме. Его сюжетная линия вызывает только жалость. По стингеру заплевывает снэпфаер под торнадо, парочка ударов от Самонов, ну или от Оркворкера, например, сгодится. На миде Квудкид! Просто в соло убил Венгу. Казалось мне почему-то, что это дровка, поэтому захотелось в момент захайпить, но нет, это было просто Венган. В любом случае Тир-2 падает, 28 фрагов против 8 на 17-й минуте у команды Таркос. А вслед за Тир-2 знаете, что идет обычно? Навслед за Тир-2 Рошан. А может быть еще одна линия, где Тир-1 и Тир-2 стоят по-прежнему инвокер? Опасными делами занимается. Вроде уходит. Блин, как же маны ему не хватает? Вот Линкенсферу он придумал себе взять. Это действительно неплохо против Дума, но я не удивлюсь, если она приобретается здесь, ну или по крайней мере сейчас метит инвокер на ее приобретение. чисто вот из той интенции, чтобы ману себе регенить, даже а не защищаться от Дума. Так, попытка забега. В смоке есть Супернова, есть арена Марса, через 2 секунды будет Дум, Дум с Блинком, но, к сожалению, без Тана Кентавровского, Дум с Маноберном. А че, Кентавров не было? Или лес просто не позволяют вообще брать? Если он бегал, пытался найти, ему просто не повезло, это, конечно, очень досадно. Рубик погибает через Дум, это Киллинг Сприо, Дровки, ничего, у них есть герой, который не умирает. Получает Дум Рор, вышку Тирадин почти добили, но, видимо, нет, арена от Марса установлена по инвокеру, его почти что... Его взрывают за Дизейбл, окей, это неплохо. Супернова взорвалась, правда, тут уже и Феникса пытаются оставить, и Винга погибла уже, Мортиморский, сэс, пару попаданий, этого достаточно. Да, ну, выход самонадеянный, прям в лицо, вот так вот, пяти персонажам, это действительно самонадеянно. Убили Рубика через Дум, убили Инвокера через арену, в принципе, наверное, даже смерть трех героев этого стоит. Вообще, если так подумать, сюда приплюсовать еще и Рубика, вполне возможно, что оно того стоило, не факт, но возможно. Вышку, правда, не доломали, и, правда, Рошан падает, но, в принципе-то, выход был... Ого-го! Весь мастер с пайпом, как пробивать теперь? Ну, это минус урона от земли Думовской, или же это минус Супернова, например. Урона будет совсем недостаточно, а там, извините меня, с Аегисом Киоснайп, 2200 здоровья, сейчас пойдет к вам на хайграунд через верхнюю линию. Марс без блинка. Героев ему это цеплять особо не мешает, в принципе. Возможно, получалось бы еще круче, но достаточно и того, что есть. Да, вот она теперь два вышка. Вот она, пасибка Бистмастера и конь, который работает под ней. Также и кабаны. Винга выбежала забирать баунтируну. Эта попытка успехом не увенчалась. В принципе, в зародыше она была абсолютно провальной. Ну, либо же подивардить, но что-то, 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 что это смерти подобно. А нахрен не пойдут? Да ладно? Серьезно? Будут ждать? А, ну если можно пойти и убить Дума? Смок разбивают. Дума уже зацепил оргворкер, получает его ультимейт в ответ. Здесь же Марс и Адам. Дум потрачен в никуда. Дум прожат еще и в ответ здесь по Марсу, хотя, наверное, лучше было не нажимать. А в любом случае, тут Феникс подошел на подмогу, он просто гибнет. Там Дровка издалека расстреливает, но ее вроде не найдут. Слишком большой рейндж, с которого она свои атаки совершает. Хотя, оргворкер, торнадо промахивается, айсвол он не достает. Нормально. Нет, нет, они не планируют прекращать. Гаст очень грамотный, по всем был прожат. Дум нападает, но без ультимейта. Кводкит получает массу урона. Окей, Кводкит будет погибать. Линга сейвит Дума от Мортиморскисис. А можно и продолжить подзыва от Рубика. Кводкит. Забивают они Декса здесь. I'm so rich. Это второй свап от Рубика. Супернова вроде как и стоит, но погибнет только лишь Рубик. Молодой Пригов пока что еще спасен, но ненадолго. Хотя, вроде живет. на одном ударе остается Марс за ЦК. Погибнуть, ладно. Думаю, что кирпичиков еще побросать в Воркворкера. Давай, 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 они же урон наносят. Они же урон наносят. 75! Боже, трупом был. Помимо стана, да, еще урон. Эх, ладно. Арена ставится без мастера. Попытка его пробить хотя бы через Санрей вдвоем. Оглушение и бежать. Оглушение и бежать. По-моему, в преимуществе своем только укрепились в итоге у этого файта. Три героя здесь погибло, КЦК с Рубиком там. Это размен достойный, они одинаковые по Нетворцу, даже богаче Феникс, чем Снэпфайр. Так, а вот, кстати, Альберта забрали. Ладно, вот так вот уже... Ой. Все не в попад. Все не в попад происходит. Но заход на хайграунд никогда не был легкой задачи, к нему нужно подходить максимально ответственно. В любом случае остались здесь сильными Даркус. Просто чуть-чуть форсировали положение вещей. Хотя, в принципе, опять же, больше артефактов и на них, и на противниках. Я думаю, они особенно не возражают против этого. Есть сильверэдж на ЦК. Интересно. Интересно. Это же много статов дает, по сути. Ну, много всяких разных приколях, помимо своей обилки. 40 урона, 45 атак спид, 12 сил, 10 сил. Ну, да, да, достойно. Застоимость свою может быть, конечно, и маловато. В принципе, сойдет. Нужна броня. В принципе, против дровки. Там есть пайп на бестмастере, но вот Владмир, он, мне кажется, нужнее. Не очень много армора у ЦК, он силовик, не очень много армора у самого бестмастера и так дальше. А там все-таки дровка и все-таки Марс. Марс, который напрыгивает и ЦК, получает Дум, не успевает ничего нажать, Снэпайр не сможет расстрелять Супернову из-за Винги, которая свапнула в арену. Кстати, Вепромой получил ответ. Действительно, взорвали ЦК, действительно, команданты ничего не сможет сделать Альберт. А, не добивает, не добивает Пригова, свапнула его Винга, погнаться можно дальше. БКБ на инвокере заканчивается. Будет от Винги станчик задувочка, но никого уже просто не цепануть. Вот оно исполнение, на самом деле здесь было, то самое. Да, прыгает Марс, да, туда же залетает в одного из героев Дум, все, герой выключен, Феник ставит Супернову за пределами арены, Снэпайр начала эту Супернову расстреливать, но была свапнута Вингой внутрь, и после этого тычки ее перестали проходить. Поэтому Супернове никто не помешал, она была взорвана и взорваны соответственно персонажи Даркос. Нет, АГС готовы сражаться. АГС эту игру совсем не совсем не отдают. Дровка с Гроубау, рейндж атаки невероятный, рейндж мультишота это вообще просто забейте. Не знаю, куда он. За две карты. Так, Бисмастер накричал, здесь арена уже стоит, уже полномасштабная война, развернулась Оркворкер от дровки и просто погибнет. Почти что это случилось, но не умер. Альберт умер, тем не менее, Квоткид не успел никого затянуть. Бежит дальше, будет выискивать другие цели, имба Стингера взорвал одним залпом атак. Оу, Марс, 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 прикрыть дровку, прикрыть дровку, хотя бы так. Окей, Декс все еще живет, стреляет, ваншот на Оркворкера! Что происходит? Дровка! Дайте ее еще побить! Она отлично! И с Рубиком справляется. Ладно, Квоткид ее добил, таки, но ультракил от дровки был сделан. И один остается ЦК против Винги и Марса. Ну, правда, это похоже на ответный ультракил или нет? Да развали ему кабину. Квоткид. Ты шо? Братик. А пассивка не работает? Как? Почему? А почему Каус Хью Строек не работал? Ну да, шанс, а не прок, но он, по-моему, сделал атак 5 и ни разу не отхилился. Ой. Не повезло. Не повезло, слушайте, и это уже драка, которую достаточно серьезно здесь с АГС в свою сторону перевернули. Да, в итоге... Да никто же не выжил. 5 героев погибло. У них тоже умерло много, да, но умерло 4 героя и в конце был добит ЦК. Дровка 4 из них убила, у дровки так появится баттерфляй. Гораздо быстрее, чем ЦК, даже его БКБшка, я так понимаю, на которую он планирует. Ну нет, не быстрее, но... Ну, про МКБ там явно речи идти не будет. Так, Тум с ультимейтом. В лейте здесь могут фантастические вообще, конечно, вещи разворачиваться в тимплайтах. У обоих коллективов драфт такой, что... Ого-го! Ну, Оркворкеру очень серьезно поплохело. Вот то, о чем я говорю. Там дровка и нужен армор. Нужен, причем, не только Владмир. Нужна Кераса на том же самом Бесте или на ЦК. Но это не скоро. Вот Кераса, это, конечно, не скоро. Так, на инвокере какой-то армор покупать не очень сподручно. Ну, вот нет ни у кого Кримсона. Я просто не уверен, что нужен был сильно этот пайп от Бестмастера. Да, там Феникс сколько-то магии бьет. Да, там Думовская земля горит. Но на самом деле Кримсон, наверное, покруче смотрелся бы. Тут основной урон, он физический. И основной от дровки. Вон, четверых убил, а уркворкера вообще почти ваншот на уфе. Ну, 40% здоровья я имею ввиду. Вернее, или это произошло в итоге. Так, успевает Дум отпрыгнуть. Марс, арена, расталкивает героев, туда же дровка настреливает, ни по кому не попадает. Бестмастер поогибает, тем не менее, под фокусом живет Марс. И невидимость, неуязвимость. А вот по снэпфайр можно и поработать. Пингвинчик, он пригвоздил! Он попал пауэркворкеру и сайленс от дровки туда же и несколько ударов в БКБ почти что умер инвокер, все еще живет. Да, очень опасный драфт. Вот, взрывоопасный. А ГС действительно не шутят. Слушайте, а я походу не шутил насчет патерфляя. Просто у ЦК по итогу до БКБ еще сколько пармить? 800? 1000? А у дровки до батера уже 600 осталось. Ха! Ха-ха-ха! А что мы будем с ней делать, когда... А если она еще и БКБ сверху купит или Сатаник? Герой 40 брони, как бы, если что. Но это пока с ней не сближаются, да. Тем не менее. ЦК в Сильвере будет пытаться пробить Декса. Насколько хорошая идея, непонятно, но хотя бы запретить ему атаковать. Да! Отличная идея! Убивает! Действительно дровку через ультимейт. Бенга следующая на очередь. Дум бегает, пытается забить Оркворкера, но без ультимейта он этого не сможет сделать. БКБшка прожимается молодым Приговом. Оркворкер просто на развороте навешивает тычки. Дум на блинке. Угадает ли? Есть, есть, торнадо нет. Вроде попала правильно снэпка, но уже, к сожалению, нечем было банально сбить. Ну и времени не хватало. Вот если ЦК таким образом будет дровку находить, а не терять своих иллюзий от ее мультишота и только потом уже вступать в драку, так, конечно, может работать. БКБшка ему должна лететь уже в курьере, так оно и есть. МКБ на очереди. На очереди нападение на Марса. Арена установлена, от метеорита он все еще горит, торкворкер заходит в нее своим пешком, квоткид не может пока БКБхи. Ну она у него есть, но прожимать не хотелось бы для такого. Достаточно и на Марсе фрага. Бингу заприметили, снэпфайр за ней в погоню, ну, хотя бы в ардике побить. А вот Рубик более серьезно настроен. Рубик. Милая леди. Погодите-ка. С вами хочет поговорить моя лошадь. Квоткид. Готов подниматься на ХГ. Прилетает Дум, мультишот. Да, отстреливает крипов, но... Ну ладно, без но. Дровка действительно сильна на хайграунде, но не под ним! Куда? Зачем? Дум? Байбэк вместе с Марсом байбэк. Они же просто уйдут. Марс, Марс на фейзах на Юле. Ладно, можно попробовать. Снэпфайр. Заканчивается копье. Невидимость, неуязвимость? Да вы, должно быть, шутите. Только не говорите мне, что он... Ну ладно, он не уйдет. Ну и что? Два байбэка убили, ясно, одну снэпфайр. Рошан! Команданты вынужден, в свою очередь, тоже байбэкаться. Рошан под дровкой будет рушиться быстро. Хватит ли времени, чтобы добежать сюда? Рошан второй. Особенно нельзя давать. ЦК, ЦК, готов врываться, раскастовал ультимейт. Марса затянул, Марса уничтожил. А яйцо точно так же погибнет. Рошан все еще жив, достреливает досюда. Диекс, но кого это волнует, его затягивают, его бьют. Рубика аннигилирует Дум. Все еще жив Диекс, но это скорее всего ненадолго. Станом по нему падают. Улетает отсюда молодой Пригов, но вся остальная команда просто ПАЛА. Без возвратно и без шансово абсолютно. АГС могут сражаться. Более того, АГС достаточно сильны сейчас. Проблема в том, что они не могут это делать в чистом поле или вот в таком невыгодном положении, как Рошпит. На базе АГС, конечно. На базе все сильны, на базе все хороши. За ее пределами наверное не стоило... ЦК поднимается на возвышенность, Глип прожимается, тем не менее дровка мертва. 35 секунд, в таверне 40 секунд еще Марс, Феникса затянули на Феникса, накричали, Дум захотел за компанию, но в принципе на него можно забить. А Феникс делает байбэк, есть ультимейт от ЦК, его пытаются пробить, но у него ведь все еще есть сыр, не нужно забывать об этом. Аймсоу Рич первый претендент на погибель в этом файте. Нет, это Феникс, который умирает с байбэка. С Венкой произойдет тоже то же самое абсолютно по окончанию Гоусептера. Ладно, Климер еще спасает. Время тянут вообще-то. Время дотянули уже до появления дровки. Окей, ЦК сражается, Дума он заковырял, вернули обратно. Ну вот, когда БКБ он включил, говорит, а теперь давайте серьезно. С того момента, как стало серьезно, конечно, стало больно. ЦК не пригвоздили. Квоткид сражается, пытается отъедаться, а этого ему не хватает. Марс смог пробить. ЦК умер, но сторона все равно падает. Дровка жива. Дровка единственная в своей команде, кто вообще до сих пор существует. Пытается сюда сделать телепорт Винга, кого-то подстанет, подсвапать, для этой дровки дать пространство. Мультишот забирает двоих, почти. Нет, Винга добивает. Ой, все, кроме инвокера, так и за это погибли. Но сторона упала. Сторона упала, сторону не вернуть. Стреляет больно DX. Проблема в том, что этого недостаточно. Проблема в том, что этого критически недостаточно. Обычно, может быть, и да. В ситуации, когда у вас вся команда погибла, в ситуации, когда вы на Роша не напидели и вам приходится как-то конвейером по одному дефить на базе. Через байбайки, к сожалению, дровка уже там была просто слишком поздно. Оркворкер будет с живой. А дровке долетел Дейдалус. Как там ЦК по шмоткам? Там МКБшка была. Ну, логично, правильно. Брони все еще нет, поэтому все еще дровка может его убивать. Ну, в принципе, даже когда она появится, это не избавляет еще от шанса смерти все равно от ее рук или от ее лук и стрел. Чего бы то ни было. Я думаю, что не планирует особо останавливаться Даркус. Они уже группируются на миде. Как бы инвокер все еще с Аегисом, с БКБшкой. Почему бы не продолжить сражение прямо сейчас? Через 3 секунды будет Снэпфайр. ЦК уже воскрешен. Орбов Дистракшн есть. Найден дабл дэмэдж. И Сильвереджи прямо сейчас. Сквоткит, поехали. Выезжают за Вингой. По-моему, с Байбека там Винга, если я правильно помню. Сейчас стоит на статус Байбеков-то посмотреть. Да, Винги 547 не будет. ЦК разультился. Подняли Вьюл. Поднял Вьюл себя Марс. Совсем ненадолго. Имба Стингера может поймать Бэтбой. Пока не торопится этого делать. Дровка! Дровка! Останавливается. Нужно быть. Ты же знаешь, сколько у нее урона. Ну, это Аегис, конечно, у Инвокера, но тем не менее. Да, Диэкс с талантом на кулдаун редакшн максимально часто срабатывает у него мультишот. Вернее, максимально часто его можно использовать. Затягивают на Айс Волл. Диэкс прожимает БКБш. Это ему совсем не помогает. Это был Минотавр Хорн, что ли? Нет. Это вообще мне показалось. Ха-ха. Ладно. БКБшки не Минотавра. Погибает Дровка. Погибает Сторона. Дровки не хватает. 260 золотых до Байбэка. Сторона упадет, я так понимаю, сразу же за этим и третья вслед. Три героя в таверне. Нет, ни на этой стороне, ни у этой команды. Лазерная дуэль. Правда, у Бэтбоя еще и другие заклятания есть. Как мы знаем. Это можно поздравлять с победой и получаем команду Даркос со счетом 2-1, но вырывают они свое право называться сегодня чемпионами этого игрового дня в рамках первого дивизиона и спортсбаттла. Что ж, мы их с этим безусловно поздравляем и поздравляем нас с вами, дамы и господа, с окончанием этого длительного, но на самом деле приятного и интересного игрового дня. Отправляемся на перерыв и перерыв, конечно, который длиною в ночь, возвращаемся как обычно завтра в 8.30 по киевскому времени. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня и до новых встреч! Не то сделал. Так будет дубль второй. Давайте вот теперь грандиозно так 3, 2, 1 и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok